Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня 22 июля, понедельник. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании InstaForex, логотип которой, как обычно, вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Итак, дорогие мои маленькие любители больших профитов, на прошлой неделе, а именно в ее конце, я все-таки разродился очередным мастер-классом по трейдингу, который называется «Стоит ли увеличивать объемы в просадке?». И это серия из двух мастер-классов, первый из которых находится перед вами. Порядка 700 человек уже посмотрело. Рекомендую, взгляньте на это дело под новым углом, потому что здесь было больше математики и моделирование системы увеличения объемов и трейдинги в симуляторе. И потом, собственно, мы на листе посчитали, что может произойти, если вы это будете делать бесконтрольно. Довольно интересный контент, надеюсь, вам будет любопытно. Ну, а мы приступаем к обзору. Итак, дорогие друзья, у нас новая торговая неделя. Это значит, что можно посмотреть, какие новости нас ожидают на этой неделе. И я уже заботливо отфильтровал будущее события по важности. И, как видите, в понедельник, кроме день рождения великого, величайшего аналитика Инстафорекс Шевченко, никаких других событий нет. А вот уже во вторник в американских кругах пройдут новости о продажах на вторичном рынке жилья. И это будет интересно, и это будет теребонькать рынки в 17.00. В среду у нас кучка новостей по баксу. Это очень важные пемиайки и ставка по канадскому доллару, в которых многие застряли. В четверг у нас ВВП, потому что уже конец месяца. И в пятницу ставка по рублю, которая никому не интересна, кроме тех, кто платит кредиты, либо ипотеки. Но вот базовый индекс расходов на личное потребление у Соединенных, по некоторым данным еще в Штатах Америки, будет интересно всем в 15.30. Ну, в общем, такая себе неделька. Ну, кое-что можно поторговать. Давайте посмотрим, что можно поторговать на графиках. Поехали. Итак, начнем мы с недельных таймфреймов. Да, друзья мои, такие таймфреймы существуют. И золото. Золото у нас на неделях дало гигантский пин-бар на хаях. Такое бывает, друзья мои. И многие мне спрашивали, доколе же зло будет переть в ту зиму? Поэтому я всех отсылаю не туда, куда вы подумали, но в принципе мысленно туда же, но по факту отсылаю всех во времена, когда господин Трамп у нас пытался стать президентом. И очень интересное событие там проходили по золоту. И все, кто стоит в шортах, немножко успокаиваются. Ну, а то, что у нас господин Байден отказался от участия в выборах, это уже звоночек. И мы видим, что это событие произошло и золото осело. Значит, золотишко, друзья мои, побаивается. Побаивается этих событий однозначно, потому что других событий я пока здесь не вижу. И получается, что выборы у нас в ноябре, сейчас пока у нас конец июля, август, сентябрь. Ну, то есть впереди у нас вся осень. И как бы, друзья мои, вся эта осень не прошла вот в таких вот историях шортовых. И вся эта ловушка предвыборная, которую затянули здесь игроки, это ловушка покупателей. Потому что здесь полно денег, которые могут знатно попасть здесь. И именно в ноябре было бы это прикольно, на самом деле. Ну, посмотрим, посмотрим. Значит, что, пинбар есть, даун шортовый, даун захватчик. Так, внизу много целей, но зайти здесь в шорты, ну, абсолютно нереально, нерентабельно. У нас есть хороший шортовый слом наверху. Если откатят, можно поиграть в шорты. Первые промежуточные площадки находятся здесь. Это хорошая цель на понижение. Пара евро-доллар. В пятницу я дал героическую торговую идею на рост инструмента всего на 150 пунктов по пятому знаку. Почему? Потому что стоп был тоже 150. И я дал сигнал на то, что можно зайти с риском один к одному на отработку вот этого слома. И, в принципе, даже давал 17-18. Но, в принципе, у меня закрылась. Сделочка ее даже перенес. Показать вам, что вот он был стоп, вот он профит, и он отработался. Это ли не чудо, друзья мои? В принципе, что здесь, да? Те, кто хотят продать пару, делать нужно, конечно, повыше. Те, кто хочет купить, я сожалею почему-то, потому что внизу полно стопов. Мы можем, конечно, подрасти, я не спорю, но куда прятать риски здесь непонятно. Потому что я сейчас буду стопиться за эти экстремумы, их рано-либо поздно вынесу. Поэтому я здесь бы подождал. И, если бы дали вот такой сценарий, можно было бы сыграть в него таким образом. В принципе, больше ничего пока не любопытного, не вижу. И, кстати, да, мы же забыли про недельный таймфрейм. И у нас здесь хороший пин-бар в... Ну, правда, в бычьей тенденции. Да, он захватчик, но это бар внутренний. А значит, что первая цель захват именно основания вот этого внутреннего бара. Это, собственно, дело времени. Вот вторая цель – это основание материнского бара. Ну, это в рамках анализа японских свечулек. Ну, знаете, такую стратегию. Так, ну, доллар – та же самая история абсолютно. Тоже внутренний бар, тоже на хаях. Тоже первая цель – пробой самого внутреннего бара. Тоже рынок сильно растянулся, пока не корректится. Слом, до слома верхнего не достали. Ну, в общем, странная ситуация. Ну, товарищ любит оставить площадки, уйти там в ту зиму, не дальше и не возвращаться. Поэтому пока по этому инструменту сигналов нет. Так, что касается австралийского нашего тормозка, который, но никак не хочет расти в зону моих интересов. Хорошо корректируется. Сломов пока любопытных нет. Не на недельках у нас поглощение. Понятно, что это затянется еще на хорошие коррекции. Где его купить, пока не очень понятно. Упал хорошо. Зоны шортовых сломов прям хорошо пробил. Но вот эта медленная бычья тенденция, она еще не сломлена. То есть, да, у нас тут могут быть какие-то пробочки, переписывания. Но рынок может здесь зафлетить и дальше пойти расти. То есть, пока наблюдаем. Да, есть шортовый слом. Те, кто участвовал в нем, молодцы. Здесь довольно четкая была структура. Я знаю ребят, которые уже сыграли на понижение по вот этой площадке. Поздравляю вас, друзья. Доллар-канализ не хочет падать. И те, кто продавал вот шортового вот этого слома, скоро получат небольшой убыток. Это нормально, друзья мои. Буквально там 250 пунктов при возможности забрать. Полтора кусочка. Ну, такой инструмент. И напоминаю, что эта площадка никуда не делась. Через какое-то время инструмент сюда, рано либо поздно, вернется. Что касается инструмента под названием доллар-иена. Доллар-иена в прошлую торговую неделю показала слабость падения. Однозначно пин-бар. Ну, такой себе, да. То есть, у нас тоже бычья тенденция. Как бы рынок падает. Накидал пин-баров. Может, конечно, еще подрасти. Сейчас инструмент находится на лонговом сломе. Не удивлюсь, что от него отскочит. Ну, как минимум, допустим, до вот этого шортового слома можно посмотреть позиции. Давайте посчитаем, сколько здесь денег. Ну, от текущих уже не очень выгодно. 130 на... Ну, примерно один к одному. Вот. Ну, не факт, что рынок сюда дойдет. Тест уже был. Те, кто купил от него уже в плюсе на 300, знаете шутку про тракториста. Что касается нефти. Нефть свалилась. Нефть свалилась. Напоминаю, что свалилась не абы откуда. От шортового слома. Правда, через второй тест. Но при наличии вот этой площадки и те, кто здесь продавал и удержался. Либо со второго теста при 80 центовом риске забрали, друзья мои, 3,5 бакса. А это немало. Что касается биткоина. Биткоин подрастает. Вот. Но я надеюсь на хороший корректус. Если дадут, то в этой зоне нужно покупать. Я просто передвигаю свои хотелки слева направо и ожидаю цену здесь. Не дадут, значит не зайду. Чего там. Так, что касается индекса бакса. Индекс бакса отработал свою площадку. Новых здесь пока историй нет. Да, скорректировался. Но по большому счету зайти нам в шорт от слома не дали. Поэтому мы переключаемся к индексам. Индексы все в корректусах. Ничего здесь любопытного пока нет. Площадок нет. Сломов нет. Даксы ничего нас пока не интересует. Все флетит. Газик. Газик немножко подрос. 2,200. Мне интересуют цены в районе 1,5. Если будет. То будем набирать. Если нет, то нет. С доллара, франка и дальше рассматривать сеточный метод торговли. Ждем, когда инструменты зайдут в зону наших интересов, обозначенных синими магическими прямоугольниками. У меня на графике инструмент пока не дошел. Ждем. Кстати, канадец франк ниже минимума 24 года. Здесь будем набирать сетку лимитных покупок. Канадец иена, кстати, неплохо валит, неплохо валит. Напоминаю, те, кто верил в шорты, еще осталось 10 тысяч несчастных пунктов для вашего обогащения. Инструмент качественный и свои площадки заберет. Франк иена корректируется не так уверенно, не трогаем его. Ауди кат отработал здесь, кстати, ложный пробой. Пока не трогаем инструмент. Но если сделает обновление текущего месяца, можно здесь кинуть сеточку шартов. Но если вы такой вот аккуратный трагунишка, то ждите вот этих границ больших. И здесь можно будет уже набирать. Новозеландец франк. Обратите внимание, как валит мрачно. Если так и будет происходить. На это не исключено. То ниже минимума 23 года в этой зоне буквально уже через каких-то несчастных полторы тысячи пунктов будем набирать сетку лимитных покупок. Шаг не менее 500 пунктов по никому непонятному пятому знаку. Еврок, вернее, Ауди к новозеландскому доллару. Хорошее место для продаж прямо сейчас. С шагом не менее 500 пунктов. Сеточка с тейк профитом в 1000 пунктов. На тесте вот этого зеркального уровня. Шаг 500. При наборе 12 колен против УАЗ. Ну, если инструмент вырастет, то сброс этой сетки. Еврокат. Еврокат отработал зеркальный уровень. И те, кто продал, те, в принципе, уже поимели здесь какую-то небольшую прибыль. Если шаг был 500. Но если 1000, что я рекомендую, то тейк профита нет. Можно потихонечку еще набирать шарты. Но если вы аккуратный трейдунишка, то ждите пробоя ноябрьских экстремов. И здесь уже шаг в 1000 прям в полный рост. Неплохой инструмент, но залетный. Поэтому имейте в виду. Еврофранк. Спид в диапазоне. Ждем границ канала. И от этих границ будем работать на, собственно, наложенный пробой. С шагом не менее 1000 евро. Ауди не дал пробоя минимума вот этого. Все-таки вернулся глубоко. Поэтому ждем границ либо верхних, либо нижних. В принципе, на этом у меня все. Еврокатик, напоминаю. Встречаем здесь. Шаг не менее 1000. Тоже инструмент залетный. Вот треугольник для набора шартовых позиций. Напоминаю, друзья мои, что под каждым видео своим участием есть масса полезной информации. Есть тайм-коды, с помощью которых вы можете путешествовать по моим валютным фантазиям. Есть почта для связи, которую я не читаю. Есть телеграм-канал по трейдингу, который мы наполняем интересными темами. Телеграм-чат по трейдингу, где ребята общаются, предлагают свои торговые идеи, обсуждают индикаторы. Там же мы проводим конкурсы. И выплачивают компанию ИнстаФорекс. Выплачивают призовые каждую неделю. Напоминаю, что с ИнстаФорекс у меня заключена уникальная партнерская программа, через которую вы можете не платить свапы, торговать на ультра-спредах и попасть в мой закрытый телеграм-чат, где мы обсуждаем исключительно торговые идеи внутри дня. Добро пожаловать в мою партнерскую группу, друзья. На этом на сегодня у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарий. И до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока. Форекс.